Третья песня Шримад Бхагавата, глава 25, Величие преданного служения, текст 21, подобран. Дружелюбен, ко всем живым существам, никому не питает вражды, Шанта умиротворен, Садхава следует предписаниям Шастер, Садобушана обладает всеми добродетелями. Садху терпелив и милосерден, он друг всех живых существ, у него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям Шастер, и наделен всеми добродетелями. Комментарий Шиллупа Пады. Садху, как уже говорилось, является преданным Личности Бога. Поэтому он всегда стремится дать людям знания о преданном служении Господу, проявляя таким образом свое милосердие. Он знает, что тот, кто не занимается преданным служением, бесцельно проживает свою жизнь. Странствуя по свету, преданный идет от двери к двери и призывает людей, примите сознание Кришны, станьте преданным Господа. Не губите свою жизнь, потакаясь животным инстинктам. Человеческая жизнь дана вам для того, чтобы достичь самоосознания, то есть развить в себе сознание Кришны. Так проповедует Садху. Недовольствуясь тем, что сумел освободиться сам, он всегда думает о других. Его милость к обусловленным душам не знает границ. Так проявляется одно из его качеств. Каруника – великое сострадание к падшим душам. Вот так, это часть комментариев. Здесь Шелупрапа дает определение Садху. Садова, Саду Бушина. Саду Бушина обладает всеми добродетелями. Или, то есть, называется, это качество украшения Садху, Саду Бушина, так же можно сказать. То, что переселяется в стихе, это есть богатство и украшение Саду. То есть, Саду определяется по качествам. Есть социальный тоже статус. Саду одевается определенным образом, ведется определенным образом. Есть внешние характеристики. Например, если человек молчит и не вмешивается ни в какие конфликты, это тоже поведение Садху. Внешнее поведение Садху. То есть, можно принять эту роль внешне тоже. Это не вредно. Это тоже полезно. Уметь молчать, уметь терпеть внешние вещи. Или одеваться чисто и скромно, как подобает Садху. Все это тоже помогает нам быть близким к этому понятию. Но здесь говорится о другом. Здесь говорится о его качествах внутренних. То есть, почему он так одевается и почему так себя ведет. Почему он молчалив. И к чему он терпелив. К чему нетерпелив. Что тут? Что имеется в виду его терпение? Может ли он вообще гневаться, раздражение чувствовать Садху? Например, мы знаем из жизни Прабхупады, он гневался. Он мог гневаться тоже. То есть, здесь требуется некоторое представление верное, что же это за качество Садху и как он ими пользуется, этими качествами. Есть люди, которые пользуются качествами Садху для чувственного удовлетворения. Эти люди, они праведные. Они добродетельные люди. У них есть запас добродетелей. Они тоже склонны так же вести себя и к этим качествам. Они соглашаются, что нужно терпение, смирение, почтение. Не нужно враждовать. Жить в мире необходимо. Но они это принимают не для служения Кришне, а для того, чтобы в человеческом обществе было лучше стало. Жить было приятнее. Это мирская добродетель называется. То есть, она отличается сильно тем, что такое терпение, такие качества, они имеют временный характер. Или, как мы говорим, они постепенно ослабевают в людях, потому что имеют мирское происхождение. Удовлетворение собственных чувств, собственного эго. Для собственного благополучия люди это делают. Поэтому вот это понятие собственного благополучия, оно начинает возрастать в этом процессе применения таких качеств, культуры. И эта ценность, собственное благополучие становится постепенно важнее других качеств. Важнее. То есть, она усиливается. Если эти качества не помогают мне улучшить материальную жизнь, то я иду на компромисс с этими качествами. Потому что ценность меняется. Ценность – это благополучие. Мирская благотворительность и благополучие. И ради этого благополучия я могу иногда и солгать. Или иногда сымитировать какие-то качества. Потому что цель этих качеств – благополучие в материальном мире. И, таким образом, мы наблюдаем деградацию. Даже в благочестивом обществе мы все равно будем наблюдать деградацию, если садху не служит Кришне. Садху – это любой человек, который поступает хорошо в соответствии с этими качествами. Но если он не преданный, то мы будем наблюдать потерю этих качеств. Как в человеке, так и в обществе в целом. И на это место всех ценностей становится материальное благополучие. Мы приходим в искон. Здесь тоже есть возможность создать общество благополучное. И даже есть больше шансов к этому. Потому что здесь духовные принципы. И когда приходят благочестивые люди в искон, они чувствительны, очень чувствительны к нарушению честности, добропорядочности. И могут даже уйти из искон по этой причине. Потому что они просто благочестивые люди. Они еще не развили преданность Кришне. Они реагируют на такие вещи, как что хорошо, что плохо. Как ко мне обращаются, насколько люди культурные, уважительные ко мне. Они все еще преследуют желание удовлетворять свои чувства. И когда такие люди приходят в искон, они могут быть очень обидчивыми. Они могут прерывать преданное служение, если не так, как они хотят что-то. Если несправедливость по отношению к ним особенная, если несправедливость какая-то совершается, у них есть полное право критиковать все общество искон или отойти вообще от преданного служения, оставить Кришну. Потому что со мной обошлись несправедливо. Это мирская добродетельность. Здесь о другом говорится. То есть нужно понять такую вещь. Что здесь говорится о другом. Что саду, если даже его обманут, если к нему несправедливое отношение, он не изменит своего преданного служения. Он не сойдет с этого пути. И вот это настоящий саду. Вот это настоящее качество. Они не временный характер носят, а вечный, постоянный. Говорят, да, стакура обвинили несправедливо. Иисуса Христа несправедливо наказать. Они не нашли от принципа преданного служения. А они именно пришли дать такой пример. А для чего это все было сделано? Их не за что наказывать. Они пришли, чтобы дать пример, что такое преданное служение. Пандовов преследовали всю жизнь несправедливо. Всю жизнь их преследовали несправедливо. А они не отошли от Кришны, от преданного служения и от принципов бхакти. Это настоящий Вашнад. Поэтому здесь говорится не просто о каких-то мирских качествах, которые можно обрести на один день или на полгода, запастись терпением. Я посмотрю, что будет дальше, потерплю. Если лучше не будет, в конце концов, я уйду отсюда. И почему здесь сату такой стабильный, устойчивый в этих качествах? Здесь Прабхата говорит, что саду он всегда думает о других, о себе думает меньше всего. Если что-то с ним происходит не очень приятное, он думает, ну, моя карма, что об этом думать, я должен терпеть. Он не будет протестовать, он не будет собирать какие-то группы против других групп, создавать революции, коалиции. Нет, он будет думать о благе других людей, продолжать. Садху должен обладать неистощимым терпением. Тут слово «неистощимый» пропад использует. Ибо, проповедуя, он неизбежно сталкивается со множеством противников. Люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Они больны, поэтому им не по нраву духовное знание. И садху берет на себя неблагодарный труд убедить обусловленные души необходимости заниматься преданным служением. То есть, главным образом, люди беспокоятся тогда, когда мы им говорим, «Не думайте о себе. Освободитесь от материальных желаний, служите Кришне». Вот тут они начинают сильно пугаться, когда мы так говорим людям, «Делайте так». Они думают, что это угроза материального благополучия. Если они будут думать о материальном благосостоянии, то это угроза. Я могу все потерять. Это вызывает страх у людей. Они думают, какое-то странное у них учение, опасное учение для нашего развития материального прогресса. То есть, многие материалисты, они именно чувствуют страх в этом отношении. Когда Харидас Такур стал повторять Харикришна, то Кази сказал, он должен быть наказан. Он по рождению мусульманин и принял индуистскую веру. Нужно наказать так, чтобы отныне и во веки веков никому не повадно было самое суровое наказание нужно предпринять. Нужно бить его на 22 базарных площадях палками. И когда он спросил, Харидас, а почему ты повторяешь индуистскую мантру? Как насчет благополучия? Ты меняешь религию, это создаст хаос в управлении. Если будет хаос в управлении, то как же мы создадим благополучное общество? Понимаете? Нужна какая-то одна доминирующая религия, иначе как вы будете управлять людьми? И Харидас сказал, господин, но что ты теряешь? Столько индусов сейчас принимает ислам, их обращали в ислам в то время. Либо обрызгали на них водой просто и все. Либо там были другие, как бы более экономические обстоятельства, которые выгодны были людям, они не могли выжить, как индусы, ставили их в такие обстоятельства, и они принимали ислам. Столько людей каждый день принимает ислам, но что сложного? Какие проблемы, если один мусульманин примет индуизм? Нет, убить его. И Харидас терпел 22 базарных площадь под защитой Господа. Это одно, что он был под защитой Господа, но другое, что касается его качеств. Это очень удивительно. Когда Господь защищает, он может кого угодно защитить, он силен, всемогущ, но когда один избитый человек даже не обиделся на своих палачей, вот это удивительно. Что это за сила такая? Как? Если вы человеку дадите пощечину, несправедливый раз в жизни, он не сможет все же простить вас. Обычный человек, он не сможет вас простить. Если даже внешне простить, все равно будет неприятно видеть вас, вспоминая об этом поступке. Это самскара, говорится, остается на всю жизнь обычного человека. Но как же Харидас? Он умер только потому, чтобы спасти своих палачей от гибели. Когда они сказали, Харидас, ты святой человек, упали в ноги к нему. Мы поняли это. Но у нас приказ, если мы тебя не убьем, нас убьют, не только нас, но и наши семьи все убьют, и детей убьют. Если мы не выполним приказ, будь милостив к нам. Ты садху, для тебя жизнь, смерть равносильны. Но мы не такие, как ты. Мы очень напуганные. За свои семьи очень боимся. Харидас подумал, действительно, зачем же я мучаю людей? Он так подумал, зачем же я причиню страдания, если я садху, то я не должен причинять страдания другим людям. Не беспокойтесь. Он сказал, Харе Кришну, и упал без чувств. Ну, собственно, он сымитировал эту смерть. Не время было ему уходить. Это Кришна решает, когда кто уйдет. Но он готов был расстаться с жизнью ради людей. Это садху. Такие великие примеры. Мы скажем, ну, я не обладаю такими качествами. Когда вы так говорите, вы отвергаете Кришну. Если кто-то так даже думает, он уже атеист. Возможно, это правда. И садху не будет думать, что он обладает такими качествами. Но он не думает в таком качестве. Если он садху, он будет думать, я поклоняюсь Харидасу Токуру. Я буду поклоняться ему до конца своих дней. И, может быть, он проледет на меня свою милость. Вот так он скажет. Может быть, по его милости хотя бы крупицу утекает, чтобы ритул. У него есть желание. Искреннее желание. Вот это преданный. Пусть у нас нет неразвитых таких качеств, как у Харидаса Токуру. Но у нас есть искреннее желание. И поклоняясь этому нам, Ачарий, думая о нем, воспевая Святое Имя, мы надеемся на милость этих Ачариев. И, возможно, нам тоже посчастливится обрести эти качества, саду, которые здесь описаны, и стать естественными, неназначенными лидерами в Исковне. А настоящими лидерами, которые по-настоящему заботятся о людях, а не о себе. В Кали-Югу каждый лидер заботится только о себе. Для этого он и стремится стать лидером, потому что легче позаботиться о себе, когда вы лидер. Вам дают зарплату хорошую, у вас есть подданные, вы можете приказывать. Можете извлекать много выгоды, если вы лидер установленный. Но Пурпада хотел не этого. Он хотел, чтобы мы развивали качество лидера. И саду берет на себя неблагодарный труд убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Иногда к предным даже применяют физическую силу. Господа Иисуса Христа распяли на кресте, Харьдастокуру били палками на 22 рыночных площадях, а на ближайшего сподвижника Господа Читания, Нитянанду, напали братья Джига и Матхай. Но эти преданные Господа терпеливо сносили все оскорбления и муки, памятуя о том, что пришли на землю ради спасения обусловленных душ. Садху милосерден, ибо желаю добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Сарва Дейхинам значит все живые существа, воплотившиеся в материальном теле. Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа, преданные Господа с одинаковым состраданием, относятся к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена. Освободиться из материального плена невозможно в нижней формах жизни. Но по милости садху даже это может быть возможно. Господь Рамачандра освободил семь... Господь Шиттани освободил семь деревьев тала. Деревья были освобождены. Освободил собаку, который Шванадасен привел к нему. Господь Шиттани не вел эти материальные различия. Собака была преданной на самом деле. Там был преданный. И она уже проявляла эти симптомы преданности. Она привязалась к преданным, к просадам. Господь Шиттани освободил ее. Кормил собственную руку собаку. Господь Шиттани. Когда он проходил через лет Джариканда, освободились многие животные. Когда слышали чистое воспевание святого имени, они освободились от телесных отождествлений. И этот опыт очень важен. Правопад говорит, что мы не такие могущественные, как Господь Шиттани, чтобы освобождать животных. Но мы можем помочь людям. Однако людям помочь невозможно в полной степени, пока мы не станем милосердными ко всем живым существам. Ко всем проявлениям жизни. Так Шивананда Сена, один из учеников Господа Шиттани, даровал освобождение собаке, видя в ней прежде всего душу. Известны немало случаев, когда собаки получали освобождение благодаря тому, что им посчастливилось встретиться с садху, поскольку садху заботятся о высшем благе всех живых существ. Но несмотря на то, что садху дружелюбно относится ко всем и никому не питает вражды, люди так неблагодарны, что даже у садху есть много врагов. Итак, кто может сказать, почему у садху много врагов? Если они садху такие милосердные, терпеливые, наделенные всеми качествами, то откуда у них враги? А чему завидовать? У садху ничего нет. Ну, думайте. Почему? На фоне белого видишь свои недостатки, что они как бы чистые. От материальной привязанности? Это единственная причина. Материальные привязанности. Все хорошо. Садху очень приятный. У них столько качеств для личного общения. Каждый бы хотел иметь садху. Личного садху, знаете. Душу отвести так. Когда вам плохо, позвонил по телефону, приезжай, ты сострадательный, помоги мне, очисть меня от грехов. А потом иди снова к себе, а я займусь снова греховной деятельностью. Каждый мог бы даже платить такому садху, знаете. Но садху вы не можете заплатить, говорится. Они не будут вам льстить. Вот в этом проблема. Что они говорят правду. Что делать? Поэтому некоторые люди их ненавидят. Чем же друг отличается от врага? В первую очередь своим отношением к нам. Садху не жалеет сил для того, чтобы помочь всем обусловленным душам освободиться из материального плена. Поэтому обусловленной души нет друга лучше, чем садху, который указывает ей путь к освобождению. Садху всегда безмятежен. Он спокойно и невозмутимо следует наставлениям священных писаний. Садху – это тот, кто выполняет предписание вет и является преданным Господа. Человек, который действительно следует указаниям шастр, не может не быть преданным, ибо все шастры предписывают беспрекословно подчинить сверховной личности Бога. Таким образом, садху называют того, кто, следуя предписаниям вет занимается преданным служением Господу. Все перечисленные качества присущи преданному. Говорится, что преданный развивает в себе лучшее качество полубогов, тогда как непреданный, даже если с мирской точки зрения, он хорошо воспитан и образован, в духовном отношении лишен хороших качеств и добродетелей, которые присущи тому, кто достиг уровня трансцендентного самоосознания. Эта глава называется «Величие преданного служения». Третья песня, глава 25, текст 21. Давайте вместе обсудим эту тему. Вопросы какие? Активнее можно? Все-таки Средняя Азия, не что-то такое. Вы сказали, что садху он никогда не обижается. То есть если что-то плохо с ним не случается, он принимает это как паука. Возможно ли вот это принятие каких-то неприятностей в своей жизни без позиции ученика? Такой вопрос. Без позиции ученика? Да. А почему так рассматривается вопрос? В том смысле, что если он не учится тому, что в его жизни происходит, если он не хочет это видеть как урок, сможет ли он это принять в своей жизни? Если он не имеет духа, он учителя, то вообще речи не может быть о каком-то понятии садху или приятности. Это вообще не рассматривается. Почему так ставится вопрос? Это вообще тогда не рассматривается тема. Не нужно понять суть вопроса. Если перефразировать, то есть как человек может свои какие-то неприятности пережить? То есть если он стремится быть садху, то есть он еще может и не садху, а может садху. То есть мы не можем это сейчас точно сказать. Но если он хочет пережить, как это сделать? Как должен пережить трудности? Да. Здесь описывается, нужно раздевать качество. Нужно служить садху. Служить? Сложный вопрос, потому что он какой-то несформулированный. С позиции ученика сначала что-то смешалось. Мне нужно понять причину, почему. В этом вопросе звучит слово именно позиция ученика. Потому что духовная жизнь, она начинается с принятия духовного учителя. То есть мы сейчас возвращаемся до этого принципа хотим обсудить или после этого принципа хотим обсудить? После. Тогда мы не ставим вопрос по оппозиции ученика. Каждый является учеником человека. Иначе вообще о духовной жизни мы не можем начать речь. Можно ли, как я понял, сказать Ваш ответ? То есть если человек принимает духовного учителя, то есть на протяжении всей жизни он должен сохранять свою позицию ученика? А вот о чем речь. То, что кто-то отказывается от позиции ученика, оно это оскорбление. Тогда не может быть речи о прогрессии. Все, мой вопрос. Если тот отказался от следования духовному учителю, то опять же это не наша тема. А можно так сформулировать этот вопрос, что многие стараются, ну, как бы быть наставниками. У них в жизни что-то получается, что-то не получается. Как смотреть на их недостатки, в смысле неудачи. На наставников? Да. У нас сейчас нет наставников. Это слово не использовалось. Не использовалось бы очистить на Сарасвати Токуру. Наставник это указывает на очень высокое положение духовное. Он называл таких преданных советниками. Не наставниками. Потому что наставник это уже как шикша-гуру. Но если вы увидите в наставнике недостатки, то как же в шикша-гуру вы сможете принять концепцию эту вообще? Если вы увидите в шикша-гуру недостатки, вы отвергнете все это. Поэтому, чтобы стать шикша-гуру, нужно освободиться от многих недостатков. Прежде чем мы скажем, вот это наставник. Там нужен опыт, зрелость. Поймите, сейчас мы как бы упрощаем систему, а потом находим недостатки в том, что мы установили. И отказываемся от этого. Это еще не наставники. Мы еще должны стать наставниками. Не торопитесь. Это не так просто, что мы сейчас установим наставничество, и оно будет работать. Оно не будет работать, пока мы не определяем опыт и качество определенное. Поэтому сейчас скорее это советники, чем наставники. Хотя мы можем пользоваться теми же терминами, в исконе установленное наставничество слово используется. Но я хочу пояснить этот момент. Что если вы думаете, что вы уже наставник, это вы все можете ошибку совершить. Вам дан шанс стать наставником за какие-то качества определенные, потому что вас уважают, какая-то группа преданных. Но если вы этим злоупотребите, вы разочаруете всех этих преданных. Поэтому Батистан Сарасвати у него была другая еще категория советники. Они дают хороший совет, они просто помогают нам. Любой преданный, немножко старше нас, уже может чему-то нас обучить, верно же? И вы не будете придираться к нему, потому что у него нет такого высокого статуса. Мы видим сейчас такие ошибки повсюду, что преданные принимают наставников практически как представителя гуру, а потом убегают от него. Станьте сначала советниками, просто помогайте друг другу. Обычная система ведическая такова, что любой старший помогает младшему, любой. Есть подношение к вам младше, помогайте. Вы младше подношение к кому-то, вам тоже какую-то помощь, окажите внимание. Вот что сейчас важно сделать. А не просто утвердить положение наставника, который еще требует беспрекословного подчинения. Это вообще никуда не годится. Или жаждет последователей больше себя. К этому должны, к настаточному должны относиться уже серьезные, зрелые и преданные. Сейчас мы в процессе. Не так, что не должно быть наставника. Но я говорю, в каком духе это должно быть. В духе того, что вы даете хорошие советы, вы помогаете, если человек делает что-то неправильно, вы мягко пытаетесь помочь человеку, научить его чему-то лучше. Без давления нажима, без грубых слов. Терпеливо, как здесь описывается. Гуру Дэв, такой вопрос. Получается, вот как можно ли наставление давать родителям, как это правильно делать и в каких случаях это вообще можно делать? Родителям зачем давать им наставление? Или как помочь им, если сердце за родителей болит, и понимаешь, что много раз понимал, что это ни к чему не приводит, когда даешь какие-то наставления хорошему. И в связи с этим вопрос такой, то есть можно ли это вообще делать, нет? И как это правильно делать, как помочь вообще старшим тебя? Не нужно настаивать на этом. Если человек, скажем, что-то не понимает, сейчас не принимает, не нужно настаивать. Не нужно давить на него. Кто может принять Саднекришну под давлением, скажите? Кто-то из вас может это сделать? Если сейчас надавить на каждого, почему ты не чистый преданный и взять за глотку? Мотив-то нормальный, я же хочу сделать это чистого преданного сейчас. Сегодня прям. Отсюда не выйдет, пока не станете чистыми преданными. Вот и матрикари. Это же невозможно. Хотя бы как вот с ошибками помочь, чтобы не делали какие-то ошибки, не говоря уже о чистых преданных. Не настаивай сильно. Ты говоришь достаточно. Не услышали, если они хотят, не хотят, они уже сами решат. Человек сам решает, что он хочет. Мы не привязаны к этому. Мы проповедуем. Если бы мы привязывались ко всему этому, Боже мой, мы бы уже умерли. Я столько часов этому человеку проповедовал, вообще ничего не понял, Боже мой, что же с ним делать? Мы бы так переживали каждый день. Проповедуйте. Проповедуйте с привязанностью к Кришне. Вот что важно. Дальше нам неведомо, не под нашим контролем. Мы не знаем, как это все дальше произойдет. Скажите, как гневался, что было проповедовать? Сильно гневался бывал. Так, что стены дрожали. Да, да. Проповеду иногда гневался, когда видел невежество какое-то, ослиное упрямство называл это. Или когда с Майавадой сталкивался. Мне даже тряслись губы, когда он сталкивался с Майавадой. Преддные видели, они сначала не могли здесь толк, если это садху, почему же он гневается. Как только о Майаваде заговорили, его аж затрясло. Гневался. Чтобы учить учеников, он применял гнев. Кто рассказывал? Мне кажется, садху Рупа Махараши рассказывал эту историю о себе. Он был личным секретарем Шилопрабхупады. Вы знаете, кто это. Известная великая личность, Вачнав. Он написал Прабхупаду Лиламриту. Это произведение трансцендентное. Много книг у него. Он писатель. Профессиональный писатель, насколько я понимаю. И он был секретарем Прабхупады. И так случилось, что кто-то написал письмо Шилопрабхупаде из учеников. Прабхупад написал ответ. И через несколько дней заметил, что письмо не отправлено. И вызвал секретаря. Махараджу. Он ценен, если бы уже. И стал его ругать. Вот так, говорит, преданные теряют веру. Они пишут письмо. И не получают ответ, допустим, на какой-то важный момент. Ни от кого. Вот так они теряют веру в отношениях. И ты просто не мог отправить письмо вовремя. И стал его ругать очень сильно. И тогда Махарадж, он вспоминает, я стал какие-то аргументы приводить. Почему я это не сделал? Была причина какая-то. Прабхупада в два раза сильнее стал гневаться. Я, говорит, тогда заплакал. И Прабхупада, говорит, как лев вообще стал. Думал, меня сейчас разрушат вообще полностью. В конце концов, я сказал, Прабхупада, я немедленно отправлю письмо. Прабхупада тут же изменился, стал таким же добрым, как будто вообще ничего не было. Это все, что требовалось. Просто пойти и отправить письмо. Оказывается. Я там придумывал и то, и другое, как себя защитить. Прабхупада бил, бил, бил меня по этому эго этим гневом. И до меня, говорит, дошло через этот гнев, что Прабхупада хочет на самом деле. Как все просто. Как просто служить Кришне, оказывается. Если выкинуть из головы все эти аргументы, оправдания. Это один из примеров, как Прабхупада гневался. Но никто никогда не говорил, когда испытывал гнев Прабхупада, что Прабхупада это делал в ненависти или в неприязни. Никто никогда этого не чувствовал. Вы говорите о том, что есть разница между благочестивой деятельностью и между тем, что между служением чистого преданного. А если нам наоборот говорят накапливайте благочестие или недостаточно благочестия, или мы встречаемся встречаемся с новыми людьми и тоже вовлекаем их в благочестивую деятельность, то как здесь переходить просто от благочестивой деятельности к преданному служению? Где вот этот мостик? Благочестие, оно может быть таким мостиком к преданному служению. В Гитте говорится, что лишь тот, кто освободился от плохой кармы, накопил запас благочестия, может приступить к преданному служению. Но фокус весь в том, ловушка Майи в том заключается, что даже накопив благочестие, человек может отказаться от преданного служения. Может быть непредан. Бхакхилдока Кур пишет об этом. «Я не хочу рождаться Брамой, если он не преданный. Не хочу. В семье Брама, если он не преданный, не хочу рождаться. Если собакаед преданная, я хочу рождаться там». И у нас есть примеры разные. Есть благочестивые преданные, есть благочестивые, которые потом уходят от сознания Кришны. Есть неблагочестивые преданные, которые характеры имеют не очень хороший, но их не выгнать из сознания Кришны ничем. От Кришны не уходят, они вцепились намертво. Им достается и так, и за то, и за это, и за их неблагочестие, и за их характер, и за их нравы какие-то не очень возвышенные. Их шишек много, но они не покидают, нет, остаются. Это предали. Он лучше, говорит, чем это благочестивое, которое потом ушло куда-то и критикует. – Гуру Махараджи, скажите, пожалуйста, должен ли саду обладать способностью различать, кому давать преданное служение или не давать? Потому что вот здесь в комментариях Прабхупада пишет, что он каждому проповедует именно преданное служение. – Каждому предлагает. – Предлагает. – Предлагает. А, конечно же, кому именно дать сокровенное знание, это сокровенный вопрос. Это не дешевая вещь. Как избавиться от критики? Нужно стать садху. Не только иметь воспитание, культуру, как бы. Мы живем в странное время, просто люди вот как-то одеваются и думают, что они культурные. А, причёсываются и одеваются, и всё. Думают, что они культурные. Если он ещё и зубы чистит вовремя, это вообще интеллигент. Из интеллигентов, если кто-то ноги моет каждый день, это вообще очень сверхчистый человек. Если кто-то каждое утро душ принимает из них, это супермен вообще. Если мясо не ест, то полубог и так далее. У них такие категории. Есть чем гордиться, в общем. Душ мы принимаем каждое утро, мясо мы не едим. Таксирация нет. Есть чем гордиться. Но садху не должен себя отождествлять, с материи говорится, ни с благостью, ни с невежеством, ни со страстью. Только со слугой Кришны. Это садху. Поэтому он не будет критиковать. Если он критикует, за этим есть какой-то духовный смысл. Задача привести людей в сознание Кришны. Вы, конечно, будете критиковать материализм. Хотя вы не имеете права вмешиваться туда, потому что это выбор людей. Но вы увидите, что люди, они стали слепые. Собственно, они выбор делают слепую. Поэтому вы берете на себя это право. Помилуйся Господа в читании, по настрелениям духовного учителя. Берете на себя это право и получаете реакцию за это тоже. Все равно вмешиваете жизнь людей. Реакцию получаете от родственников. Их в основном. Много проклятий идут материальных. На иском. Вы не замечаете? Всю жизнь мы это видим. Нас прокляют 64 раза. У нас нет ни одного шанса материального благополучия. И развить какую-то привязанность просто нет шанса. В Исхоне невозможно, а там мы прокляты. Там не дадут. Тоже ничего не дадут. Если ты Кришнаид, тебя просто уволят с работы. Денег у тебя не будет, положения у тебя не будет. Мы прокляты. Но это же наш выбор. Мы же не жертвы. Так? Мы же не плачем, не оплакиваем этот момент. Мы можем терпеть, потому что мы знаем, что мы выбираем преданное служение. Выбираем Кришну. Терпением вы добьетесь многого. Всего. Через терпение вы добьетесь чего угодно, говорится. А вот чего вы добьетесь критикой? Скажите, какие плоды критики? Бхатюна Такур говорит. Вы видите, что кто-то делает что-то плохое. Вот. Идете по своей деревне. И встречаете друга. И говорите. Ты знаешь, что происходит? Говорит. Нет. Я тебе сейчас расскажу. И начнете его критиковать за глаза. И он слушает. Что дальше будет? Тот человек, который услышал, тоже кого-то встретит. Ну, может, жене расскажет. Брату. Ты не знаешь это? О, я только что услышал. Из верного источника. Да, все авторитетно. То есть, правда. Начинает говорить об этом. Что потом происходит? А потом? А потом? Доходит до того, о ком говорят. Правильно же? Замечаете это? И вы получаете себе врага. Вот это результат. И после этого отношения между вами, рассказчиками, тоже портятся. Вот что происходит. Вот весь результат. Все партии, которые собираются на критике, на противопоставление кому-то, они тоже все рассыпаются рано или поздно. Мы ничего создать не можем таким путем критикой. А терпение можем достичь чего угодно. Как можно увеличить вкус к преданному служению и вкус к святому имени? И к служению, к практическому преданному служению? К практическому. Ну, как бы одна здесь есть причина коренная, как это все можно улучшить, укрепить, это общение с садху. Садху-санга. Все улучшается. Вся жизнь улучшается во всех направлениях. Садху-санга – это, значит, непосредственно, может быть, общение мы слушаем, общаемся. Вопросы, ответы, слушаем обсуждения. Вспеваем киртан, все входит в общение. Или вместе что-то делаем в сознании Кришны. Садху-санга. Либо, если нет возвышенных садху, мы делаем то же самое с равными преданными или с младшими преданными. В принципе, садху-санга остается такой же. Мы так же читаем, так же воспеваем, следуем по стопам садху. Тоже садху-санга. Вот таким путем мы можем развить все самое лучшее в себе. Но, как здесь говорится, эту практику нужно делать терпеливо. И именно в сознании служения, в сознании Кришны учиться делать, стараться это делать. Тогда она приносит духовный результат. Вот какой необходимый. Чтобы мы не тратили энергию впустую, нам нужно делать очень внимательно. То, что мы делаем в сознании Кришны. Делать внимательно. Да, внимание рассеивается постепенно. Есть земное притяжение. Ум все равно притягивается к объектам чувств. Чувства тоже есть. Поэтому садху-санга. Мы снова и снова вспоминаем садху, читаем книги садху или общаемся с садху, чтобы поддерживать этот наш дух, чистый дух преданного служения. Как садху-санга-бхахти называется. Такими вот средствами мы можем продвигаться. Чем более искренний, преданной настроен, тем больше шансов у него в этой жизни развить сознание Кришны. Курма Хараджи, Вы говорили о том, что мы не должны имитировать какие-то положительные качества и имитировать отсутствие плохих качеств. Но чаще всего, общаясь с людьми, мы что-то подавляем в себе, стараемся не беспокоить или хотим как-то, может, лучше казаться. Или, избавляясь от негативных качеств, мы их просто стараемся не проявлять. Это имитация или, если это имитация, то как тогда избавляться от качества, как себя вести правильно? Это хороший вопрос. Вы использовали сейчас правильное слово. Не беспокоить других. Это относится к ващинавскому атикету как раз позиции. То есть я знаю, что у меня не все качества хорошие, есть недостатки, но я не хочу беспокоить этими недостатками своими других людей. Это правильно. Я сдерживаю эти свои качества. Это хорошо. Именно из желания не беспокоить. Но имитация это другое. Я имитирую, не сдерживаю свои плохие качества, а имитирую хорошие качества. Имитирую, чтобы люди видели во мне садху. Вот это сознание, это плохо. А не беспокоить других. А это именно этикет, это культура наша. Харе Кришна, мои поклоны. Вот мне два примера вспомнились. Харидас Такур Прабу рассказывал. Пурначандра Махараджа, когда он в лифте ехал, к лифту подошел один мужчина, такой русский, здоровый. И на Пурначандра Махараджа он начал кричать. Приперлись сюда америкашки. В общем, он так сильно оскорблял Махараджа. А Махараджа ложил в ладони и сказал, вы правы, вы знаете, но я так люблю русских. Они такие хорошие, у них такой хороший нрав и характер. И этот мальчик, он здоровый хоть был, но у него брызнули аж слезы. Он обнял аж Махараджа. Я, говорит, не знал, что вы такой хороший. И еще пример там был, где предные собирались в доме, делали программы, пели киртаны, а сосед стрелял из ружья. Ему не нравилось пение предных. И после программы предные всегда приносили ему просад. И когда они приносили ему просад, они извинялись, сложа ладошки. Они говорили, прости, пожалуйста, вот так вот мы вели себя. А он, ругаясь, все равно забирал просад. В общем, и так происходило много раз. И потом предные увидели, что он принес аж несколько корзин, в общем, с овощами. И постоянно это делал. А потом, даже уезжая в город, он говорил, вот ключи вам, вот все, что надо, возьмите там продукты. В общем, как бы вот смирение предных настолько растрогали сердца даже таких. Просто я вот, знаете, с Актюбинска приехала, с этого, с Кертономэлла, и с моим сердцем что-то произошло. Знаете, я думала, все нормально там. А как в бочке вот этот мусор размешался там, и вся грязь как пошла из моего сердца. И два случая случилось, но с кармическими людьми, в общем. И я думаю, ну ничего себе, я вроде бы так столько практикую, а у меня такая реактивная реакция на них произошла, думаю. И потом вот эти ващнавский этикет просмотрела Харидаса, Тхакура. А сейчас вы вот в лекции затронули, сказали, что если человек думает, что он не обладает этими качествами, у него нету этих качеств, это безбожник, да? Это вообще с Богом не связано. Кажется, надо молиться, чтобы эти качества, они, Харидасу, Тхакуру, великому ващнаву, надо молиться, чтобы эти качества в нашем сердце проявились. Спасибо вам огромное. Как бы тема продолжается, и Кришна, Он берет и очищает, и очищает мое сердце. Я чувствую это. Харибу. А, здесь микрофон? Да, можно, да? Например, вот мы говорили про преданного, у которого скверный характер, и он беспокоит других преданных, там, критикой своим скверным характером и так далее. Ну, это видно всем и понятно, допустим, да? А вот когда преданный использует какие-то интриги, допустим, или дипломатию, да, и распускают какие-то о тебе, может быть, неправильные сведения там среди преданных, потом преданный начинает тебе сторониться. Это как быть в таком случае? Это умный преданный. Есть разный уровень интеллекта, кто как это делает. Кто-то просто скандалит, и все, по-простому. Кто-то делает это умно, так, чтобы следов не осталось никаких. У каждого своя квалификация, тут уже кто как выживает, и не знает. Тогда нужно брать пример с этого умного предного, да? Не скандалить, а вот тоже такие сплетни разносить, интриги, так что ли? Ну да, а как? Да. Хорошо. Будем учиться тогда у этого умного преданного. Понимаете этикет, очень хорошо. Научил, умный, преданный. Спасибо большое. Тоже заняться политикой, подсмотреть, подслушать что-нибудь, подложить кому-нибудь. Что не знаете, сейчас технологии очень хорошие. Если даже кто-то постарается так сделать, у него не хватит интеллекта просто, потому что он же простой, он просто скандалит. Поэтому тут нужно различать, и сымитировать на него, это смешно будет выглядеть. Просто каждый действует согласно своей природе. Я думаю, что, конечно, есть тонкие моменты здесь, о чем сейчас вы сказали. Простые преданные, они вот сразу скажут громко, поругаются со всеми громогласно. Если они как бы преданные, они потом помирятся. Если преданные. Потому что непреданные достаточно, он будет хранить эту обиду всю жизнь. То есть это его служение будет смешано с материальными гунами очень сильно. И пока он их как бы от них не отстранится, от этих гун, он не очистится. Это будет его как бы вот крест, так сказать, который он должен нести. Вот эти свои обиды, вот это свое настроение, вот это свою агрессию какую-то. И сколько он так продержится, неизвестно. Может быть, всю жизнь, если он сможет балансировать, может, отойдет потом от преданных. Устанет от этого всего. Либо на самом деле он станет чистым. То есть он станет смиренным. Поймет более высокие вещи. Интеллектуальный преданный на том же уровне, он действует по-другому. Он думает, вот этики от культуры, я не могу скандалить. Но поскольку он не удовлетворен так же, как тот, он все равно где-то что-то скажет культурно. А тот подумает, он очень тонко, умно действует, он еще хуже меня, смотрите, он дипломат. Он опаснее еще. А он просто действует согласно своей природе, делает то же самое. Какой хитрый, смотрите. Нет, что поскандалить, как я. Просто подраться со мной и все, вот так один на один, понимаете. Он где-то там вот в кулуарах плетет что-то против меня и настраивает против меня всех. Нет, он такой же. Просто другой интеллект. Другие способы выражения своих обид и так далее. Поэтому преданные вот так начинают надумывать еще что-то друг о друге. Критерий преданности заключается в чем? Критерий. Да, мы можем ошибаться, ругаться иногда и иногда, какую-то интригу там создать, какой-то волей-неволей, но вы продолжаете свое преданное служение. Даже когда вам говорят об этом, что ты негодяй, что ты оскорбитель, вы все равно продолжаете преданное служение. Вот это преданное. Вот есть шанс. Не так-то легко освободиться от умного настроения, критики или от обид. Если говорить о женской половине, почти невозможно. Это на всю жизнь, это надолго. Ну вот смените тело, будет легче. Но есть в Айшнаве, поймите, все равно они есть, женщины в Айшнаве, которые способны на это. Если вы будете медитировать на их образ, вы можете многого достичь. Если вы замкнете в своих обидах, вы ничего не достигнете. Просто будете ждать, когда кончится эта жизнь проклятая. И сменится тело. Но можно использовать это тело. Если просто продолжать обращаться к Кришне, а не к кому-то за справедливостью. К Кришне нужно обратиться за этим. И не желать мести, не мстить никому. Это же Восток, дело тонкое. Люди здесь помнят хорошо обиды. Но мы хотим стать в Айшнавами. Мы не хотим стать ни узбеками, ни киргизами, ни казахами, ни русскими, ни индуистами. У нас нет задачи стать индуистами или американцами. Мы хотим стать в Айшнавами. Значит, нам нужно преодолеть материальную природу. Вот это рождение, которое я получил. Как-то надо преодолеть это. Духовным знанием, духовной силой. Для этого мы принимаем духовного учителя. А раз мы приняли, мы должны поста памяти он милостив ко всем. Он добр ко всем. Он себе руководит из чего-то ради других. А я себе что позволяю? Ну что я себе позволяю? Я ученик? Где моя ученическая позиция? Почему в такие моменты я отказываюсь от духовного учителя? И начинаю конфликтовать? Если я принял духовного учителя, я должен принять его сердце, его качество, его поведение, его очар. Курмахараш, скажите, пожалуйста. Вот вы говорите о том, что сейчас общение со святыми непривлекательное для людей, потому что у них есть материальные привязанности. Получается, что до тех пор, пока они не избавятся от этих материальных привязанностей, это общение не будет для них привлекательным. Или как-то можно так действовать, что говорить, общаться с ними, вот святые будут общаться с ними, но на их темы. И таким образом, постепенно это будет привлекательным. То есть этот вопрос, он стал в связи с тем, что мы проводим занятия в школе. И мы столкнулись с тем, что когда мы говорим о том, что вот общение, ребята, это самое главное, оно определяет ваши вкусы, вообще качество вашей жизни. Когда мы приводим пример святых, то мы видим в глазах у детей, что для них святой там где-то, вот я здесь. И как сделать вот это общение со святым желанным для людей? Никакой материалист не желает общаться с святыми близко. Иначе ты не материалист, он теряет квалификацию. Если вы хотите быть материалистом, никогда не общайтесь с садху. Но там есть другое понятие, нужда. Нужда. Как вот мы? Были где-то в каком-то там, в какой-то мэрии раньше. Там говорили нам, представители власти, что у человека есть нужда в духовной жизни. Не привлекательность, а нужда. То есть справлять нужду заходит в храм. Но в чем нужда это заключается? Я совершил грех тяжкий. Вот теперь мне нужда зайти в храм нужна. Я чувствую, что я просто нужда, вынужден пойти в храм и каяться. Иначе на сердце тяжести я буду носить всю жизнь. Это нужда. Вот как они относятся к духовной жизни. По нужде приходят. к саду. Слить свои грехи, просить прощения, просить очищения, благословения и снова идут грешить. Это материалисты. Иисус до сих пор принимает их грехи, говорит. А если я материалист, там не все материалисты, там много, многие люди могут стать преданными. Да, ну тогда что? Игры, знания, им нравится это? У них еще нет материальных привязанностей каких-то глубоких, потому что не проснулся эти желания, еще не время. С детьми как раз легко. Бывает так, что необходима конструктивная критика. И как, чтобы эта конструктивная критика не переросла просто в критику? Это очень такая тонкая грань, и как уловить этот момент? Человек может критиковать, когда это необходимо, если он старше, если он полномочен для этого, имеет административное положение, или является духовным наставником для того человека. Но, что это все означает? Мы указываем на положение, но что это означает духовно? Что у него есть сострадание. Тогда он может критиковать. это не оскорбление, если есть сострадание. Но если он даже конструктивно критикует без сострадания, это просто станет критикой в итоге. Если мы критикуем, мы наслаждаемся этим процессом. Это без сострадания. Это чувствуют люди. Чувствуют. Чувствуют. В отношениях чувствуют. Рано или поздно, если сейчас он не чувствует, он потом это почувствует, или вспомнит, так или иначе. Обиды рождаются именно тогда, когда без сострадания происходит критика. А все справедливо, все правильно, но мне плохо. Как бы меня... То есть откуда это чувство? Это чувство. Потому что человек, особенно острый, то упрятный, он существо социализированное. Он себя с кем-то связывает, с теми, кто ему дорог. Это человек. И нам дороги духовные учителя, нам дороги преданные. И представьте, вот мы дорожим этой связью, даже когда ошибки совершаем, мы дорожим этой связью. И когда нас критикуют без сострадания, старшие, мы чувствуем, что связь эта разрушается, нас как бы отталкивает. Вот что мы чувствуем. Все справедливо, но меня оттолкнули, меня выбросили. Это без сострадания. Если мы критикуем и чувствуем, что человек чувствует, что я вот так я отталкиваю, не должен чувствовать, что я его отталкиваю, когда критикую. Он чувствует, что я просто хочу помочь. И всегда, когда вы критикуете даже сострадание, человек все равно будет оправдываться. Такова природа в условленной душе. Если нет сострадания, вы будете спорить с ним, настаивать, начнете с ним в конфликт вступать. Если есть сострадание, просто промолчите. Вы же сказали, он услышал. Ну и как ты направишь это? Как ты направишь это? Скажи, как это тебе удастся эту мысль направить в другую сторону туда, минуя от личности? Ну как ты дашь почувствовать это человеку? Ты будешь говорить о плохих его поступках или словах. Он будет думать, я плохой. Ну как ты почувствуешь, что он такой же, как и раньше? Вот, надо думать. Это индивидуально. Каждый должен думать об этом. Когда мы имеем такую ситуацию, каждый должен думать о том, что как мы должны остаться социализированы, связанными, как и раньше. Есть демоническая природа, есть божественная природа. Чем они отличаются? Если божественная природа, и люди ссорятся, они склонны к миру после ссоры. Если демоны ссорятся, они склонны к вражде. Достаточно одной ссоры, чтобы стать врагами. Это демон. Малейший повод используется, чтобы потом рождавать. Но если даже вы поссорились сильно, но имеете божественную природу, вы склонны к миру. Простите прощения, вы потом снова как-то общаетесь, как-то пытаетесь все это улучшить с двух сторон. Это божественная природа. Ну да. Да, можно. Но бывает так, что на расстоянии они начинают думать. Да, тяжелая ситуация у нас, смотрите. Режут заживо. А что мы говорим? О наставничестве? Как тут быть, интересно? Если режут на куски. Грума Храш, можно вернуться к теме благочестивых и преданных? Как я понял, эти и те, они могут практиковать, они могут заниматься служением. И вот у меня вопрос, возможно ли с благочестивыми людьми проявить принципы сатсанги, построить сангу? Сатсанга, сейчас такой термин распространенный, может быть, даже преданные еще не знают, что это означает, но уже используют это слово. Как новое нечто, они вот всем же хотят какой-то новизны, обновления, улучшения, все хватаются за новое слово. Вот оно нам поможет сейчас, сатсанга. Вот я скажу сатсанга, и все сразу, все, улучшится вокруг. Сатсанга означает вечный, вечный сад, чистый, духовный сад, это все слово сатсанга означает, и преданный. Но ты спросил, можно ли просто с благочестивыми людьми иметь сатсангу, если они не преданные? Но сатсанга означает преданный. Сатсанга это между преданными общениями. Сатсанга означает, что в этой санге нет доминирующих и нет подчиненных. Там любовь определяет иерархию. Не административные силы, а любовь определяет иерархию. административные силы нужны, чтобы руководить. Но также нужна сатсанга. Нужно то и другое. И вот если мы в организации, мы тоже чем-то можем руководить, за что-то отвечать, каждый. Это ответственность административная. Если не будет сатсанги, мы можем потерять духовные принципы. Можно просто поддерживать материальную структуру, созданную административную структуру. Поэтому нужна еще и сатсанга. В этой среде, где сатсанга собирается, нет доминирующих, нет подчиненных. Там принципы любви и все. Любви и доверия. И сатсанга также может означать, что преданный проповедует кому-то. Это сатсанга, поскольку преданный он преданный, это сатсанга. Даже если люди не преданные, все же это называется сатсанга. В этой среде, где он говорит о Кришне, преданном служении, все очищается. Если вы проповедуете людям, это тоже сатсанга. Они должны быть четко разделены. Или они могут совпадать? Они должны сотрудничать не одно и то же. Они должны сотрудничать. находиться. Это может быть один и тот же человек? И администратором, и духовным человеком. Но он должен быть духовным, он же преданный. Но нести ответственность одновременно духовную и административную сложно сочетать. Сложная задача. Скажем, если кто-то президент храма, одновременно он является духовным учителем, это будет не так просто. Как сейчас есть, скажем, положение GBC и положение Гуру одновременно. Это непростая задача. Но это возможно, да? Это скорее как по необходимости назначается. Но лучше, чтобы были разные ответственности, чтобы между ними было сотрудничество. Между духовным руководством, административным руководством должно сотрудничество. Потому что духовный человек, он вас прощает. Администратор наказывает. Он закон представляет. А духовная милость представляет. Вы идете к священнику, покаяться. Я совершил грех. Он говорит, так я пойду заявлю в полицию. Тогда к нему никто не придет. Потому что там другие законы, там таинство. Таинство покаяния. То есть он не пойдет заявлять в полицию таинство покаяния. Грешники идут туда именно по этой причине. Все идут и смело говорят священнику, что они делают, даже если убивают. И священник не идет, не докладывает. Он их выслушивает. Но если пойдете в полицию и скажете об этом, вас прощать никто не будет. Закон под суд. Это разные сферы. Разные гуны. Кшатри, Браман, Вайши, Шудра. Это разные материальные структуры, обязанности. Но они сотрудничают друг с другом. Знают, как сотрудничать. Если вы раз ошиблись, два ошиблись, три, десять, гуру прощают. А президент храма выгонит из ашрама. Если вы постоянно это делаете и никак не исправляетесь, просто вас выгонят из храма. Это разные вещи. Да, он прав. Почему не прав? Он тоже прав. В том-то все дело. Вот почему преданные надо ссориться. Не могут соединить две эти вещи. Президент должен быть таким, но также должен быть и духовный лидер. Если духовный лидер становится президентом исключительно, тогда как быть, куда идти? За прощением. Я вот хотела прояснить понятие старше преданное. Старше преданное, он имеет право на ошибку, например, или на какие-то там, он же тоже живой человек, да? Он еще живой, да, старый, но живой. Я имею ввиду, как все живые люди, у нас у всех есть свои какие-то слабости. Какие слабости у старших преданных? Те же самые, как у всех. Просто он все это время служит Кришне с этими слабостями, вот и вся разница. Один имеет слабости и служит, скажем, полгода, другой имеет слабости и служит 50 лет. Есть разница? Ну вот, значит, есть разница. Значит, все-таки он старше преданных. Но те же самые слабости у него. У него просто есть опыт определенный. Пропад сказал, не думайте, что вожделения нет в 70 лет. Не то, что у меня нет вожделения, просто мне некогда. Это Пропада сказал такую вещь. Значит, у всех есть свои слабости, у всех воплощенных живых существ есть свои слабости. Известно, какие слабости? Что мы не знаем, какие слабости? У всех одинаковые слабости. Но кто-то может служить Кришне с этими слабостями, а кто-то нет. Вот и все отличие. То есть мы не должны считать его непогрешимым, да? А просто относиться как бы с пониманием, что ли, или как? Мы должны верить его преданность, а не недостатки. Если он, скажем, всю жизнь служит Кришне, то зачем вообще смотреть на его недостатки? Какой смысл? Какой параматма? он всю жизнь посвидел Кришне, ну и там есть недостатки, ну неужели придаете значение этим недостаткам? Луна имеет пятна, неужели будете критиковать ее? Свет все равно идет. Я и говорю, что преданность идеализирует. Если вы станете наставником, сейчас утвердите это слово наставника, они вас будут так рассматривать, что вы должны быть непогрешимы, как Верховный Господь от чьи-то. Как параматма. Найдут недостаток, отвергнут и уйдут. Недостатки есть у всех. Пока есть материнное тело, но это есть недостаток. Что мы сейчас видим? Мы видим сплошные недостатки, смотрите, сколько сидит недостатков. Но мы на это не смотрим, мы смотрим на преданное служение. Что пришли сюда, зачем улучшить преданное служение, улучшить качество у нас есть миссия. У нас есть куда смотреть? Мы смотрим на Кришну. Если рассмотреть в нашу материальную сторону, лучше не связываться. Зачем мы только собрались вообще? Безнадежно. Безнадежно. Если вы смотрите в эту сторону, вы почувствуете безнадежность. И так нужно смотреть на то служение, которое преданное делает. так его оценивать. Если самые дурные поступки делать, но продолжая делать преданное служение, Кришна говорит, у нас остается садху. Вот так мы смотрим. Потом продолжаете преданное служение. Вот что ценно. Да, так говорит Бхакинута Такур. Посмотрев внутрь себя, я не нашел ничего ценного. Ничего нет. Бхакинута Такур говорит эти вещи. Вожделение сжигает меня, он говорит, к старости. Я всю жизнь сбегал общения с садху. Он передает свою душу. Говорит, у меня нет шанса. Я бы мог сейчас поклоняться тебе на алтаре, допустим, но я даже не чувствую, что я при помощи поклонения могу достиг совершенства. У меня нет таких качеств. Единственное, что я сейчас рассчитываю, что ты просто дашь мне прибежит и стоп. Просто как так говорит о себе баххин Атаку. Один из величайших преданных отношений с Бродаев. А мы идеализируем у нас представления такие еще немножко незрелые. Преданных может быть иметь старческую немощь говорится или болезнь какую-то, но они должны этого видеть. Мы должны видеть там душу его служения. Вот туда мы должны смотреть, когда общаемся с преданным. Что мы хотим сделать для правопады? Вот что ценно в нашей жизни. Об этом говорите. Об этом слушайте. А не то, что кто-то меня обидел или обижает постоянно. Садху невозможно обидеть. Он не глуп, чтобы обижаться. Он осознает Кришну. Харе Кришна. Можно да? Грумхарадж, скажите, пожалуйста, есть ли женщины, которые хотя бы приблизительно обладают качествами садху? Может быть есть такие примеры? Да есть, конечно. Все преданные. Когда говорят хорошие вещи, в это время они садху. Когда завидуют, критикуют, нет. Как пограничная энергия же, так душа, она не постоянно попадает под влияние той или другой энергии, духовной или материальной, может менять свои качества. Поэтому иногда мы ведемся как преданные иногда не очень. Вот, с этой точки зрения. Все, все здесь сидящие имеют качество садху хотя бы время от времени, под каким-то хорошим влиянием, можно бы хорошо действовать. И также иногда мы действуем как демоны. Или как ведьма говорится. Как Индра, он полубог, но даже он сражался с Кришной, смотрите, не раз. Из-за дерева париджата вступил в бой с ним. И также Вриндав он хотел уничтожить, но он преданный. Иногда действует как демон. Это уровень материалистичного преданного. Иногда он воля возвышен, на домене возвышен. Мы тоже еще колеблющиеся немножко. Поэтому иногда мы садху, иногда не очень садху, иногда совсем не садху. Но хотя бы иногда быть садху, хорошо же? Хотя бы когда мы сидим в алтарной комнате, поем киртан. Правда хорошо? Через час можно забыть чуть-чуть хотя бы киртана, забыть какие-то проблемы, ощутить присутствие Кришны. Мы хотим этого, мы как садху хотим общаться с Богом, служить Ему. Это надо культировать внимательно, не поддаваться в материальное сознание. Материальное сознание начинается с критики. Начинается с критики. А заканчивается чем? Смертью. И новым рождением. Вот так. И так далее. Начало это критика. в связи живого существования в связи с Господом им обновлением. А делаем обновлением смотрим все. А если мы его следим в зимовом будем следовать Сталину. Недоволен? Критикуй, Сталин сказал. Критикуй, предлагай. Предлагай дело, делай, отвечай. Помните? На шачаре, правильно? Это конструктивно. Это конструктивно критика. Понятно, что если вы видите что-то вы будете критиковать, что же будете молчать? Если будете молчать, смотрите, что произойдет. И видите, что все вокруг плохо, вас разорвет начальник где-нибудь. Да, если в сердце попадет эта критика, если вы ее не выскажете, у вас будут проблемы физические просто. Поэтому недоволен, критикуй. Но критикуй, предлагай. Скажите, как вы будете критиковать, если от вас потом предложение потребуется? Вы уже лишнего не скажете, верно ли? Вы будете под контролем свою критику держать. Потому что я должен предложение, а потом еще и делать это должен, а потом еще ответить за это. Вот это нормально. Сталин знал свое дело. Каковы уровни преданности или преданного служения и какие признаки существуют? Вы же знаете уровни. Конечно Матхиа Маутана об этом вопрос. Вы же знаете про Каништ все знаете? Про Матхиама что-то слышали? И совсем ничего не знаем о Убутама непостижимый уровень. Но про Каништ мы знаем хорошо. Наш опыт мы начинаем все с Каништ поэтому тут мы уже освоили многое. Есть Матхиама который уже знает как связано его служение с Богом. Он чувствует связь своего служения с Богом. Каништ еще не чувствует связи. Он чувствует связь вот я и Гуру я и Кришну вот так он чувствует себя в отрыве от общества преданных. Матхиама чувствует энергию всех живых существ когда проповедует. Осознает ее. И способен осознать духовную реальность по этой причине. А Уттаму он живет духовной реальностью постоянно. Это очень редкий уровень и самый высокий. Там тоже есть свои градации вплоть до чистого преданного служения вверх. Начинается освобождение может быть дальше. Я имел ввиду практическое преданное служение можно классифицировать согласно ответственности, которую человек имеет. Определить можно, на каком уровне оно находится. Это уровень ответственности определяет. Как формировать команду? По-моему, вы уже семинар прослушивали Горгангапала пробовал? Вот он проводил семинар сейчас. Не слышали его в записи? Какие там основные вещи он указывает? Ну там что все должны быть сотрудничеством и что положение лидера не такое, что он команды приказывает, а он вместе, все вместе, то есть вся команда идет к цели и самому каково, в этой лидер команды команды не готовы. Так? Все? Да. Ну да, вот так же нас учили. Командные действия означает, что вы обсуждаете как равные то есть не как равные, а имеет каждый равный право голоса в команде. И старшие, младшие имеют равное право голоса. Если говорить например, в Ахабхарате указывается на то, что в обществе разных уровней преданных начинают говорить младшие первые. потому что если старшие выразят свое мнение, младшим будет неудобно говорить противоположное мнение. Этикет таков, что начинали собрание младшие. Младшие поднимались и говорили свое мнение первое. Старшие слушали и говорили в конце, чтобы не влиять на младших. Сейчас по-другому. Старшие говорят, младшие просто слушают и часто не выражают свое мнение. А вот в сатсанге как раз хорошо, чтобы все выразили свое мнение. Это главный принцип. Услышали все друг друга. Это главное услышать. Об этом заботитесь, чтобы вы услышали каждого преданного, его мнение. Спасибо. Харе Кришна, дорогой Курма Хараш, у меня такой вопрос. Когда мы находимся в саду санге, мы что-то обсуждаем. Когда мы вместе, к примеру, в Караганде есть Хасти и Амалатма прабу, я с ними общаюсь. И вот такую вещь заметил, мы обсуждали, что этот процесс Анардха не врети. Он же проходит именно в садзанге, в группах преданных. Если мы будем отрицать этот процесс, то как мы очистимся, то есть как мы реально можем видеть вещи, то есть такие, какие они есть. Просто такой момент вот этот хотел бы обсудить может. Есть разные преданные. Есть преданные, которые могут заглянуть в свое сердце. Есть преданные, которые еще не могут заглянуть в свое сердце. И тогда со стороны могут получить некоторые представления о себе. Кто-то может сделать замечание или указать на какой-то недостаток, что-то посоветовать со стороны, потому что в себе человек еще не может разобраться. Садзанга это не только для того, чтобы искать друг другие недостатки, а чтобы научиться сотрудничать. И в этом процессе мы начинаем заглядывать в свое сердце. Именно когда настроены на сотрудничество, мы начинаем видеть, что единственный, кто препятствует сотрудничеству, это мое ложное эго. Это результат садзанги. Что мы обнаруживаем в себе это ложное эго, когда пытаемся сотрудничать. Кто-то думает, я не сотрудничаю, потому что там вот этот человек. но нет, потому что там ложное эго. Ты можешь, скажем, в этой санге не сотрудничать, потому что нет возможности, но ты сотрудничаешь в другом месте все равно. Ты все равно служишь кришней. Не здесь, так там, не там, так в другом месте. Потому что ты преданный. Ты все равно будешь сотрудничать. Я понимаю, что иногда невозможно близко общаться с кем-то, потому что зависть существует. Но это не причина отказываться от сотрудничества. Есть другие формы сотрудничества. Не близкого может быть по-другому, на расстоянии, как-то еще, но так или иначе мы все равно будем сотрудничать. Все равно делать одно дело. Харе Кришна, Грумхараш, вот такой вопрос давно беспокоит опять по поводу Анард. Если мы видим у какого-то преданного, что вот в этом проблема, вот в этом нужно сейчас разобраться, стоит ли это говорить сейчас или нужно знать, готов ли он это выслушать. Потому что я спрашивала у одних старших преданных, они говорят, нужно сказать, чтобы все равно в голове была эта информация, в какой-то момент человек преодолеет это. Тот и говорит, мне нужно говорить, потому что он все равно не сможет это сейчас съесть. Как поступать? Если человек не готов принять, зачем же говорить? Я начал с этого беседу, что мы должны обрести некоторый опыт и зрелость в сознании Кришны. Потому что если сейчас ситуация такова, что опасно говорить какую-то правду другому человеку, означает, что мы еще не на духовном уровне. Мы еще на материальном уровне. Зрелые, преданные, они это делают легко. Это не сложная задача пообщаться, обсудить какие-то сложности, потом обняться и уйти с счастливыми. Но преданные, которые незрелые, они будут обижаться, они будут, не знаю, столько проблем возникнет, если вы что-то скажете, зачем же говорить? Пусть занимаются служением пока. Вот что важно. Потому что если вы скажете, ему недостаток преждевременно, он вообще может разочароваться и уйти. Но он еще не готов к такому. Иллюзия этого человека заставляет думать, что все было хорошо, а сейчас во мне нашли недостаток, все стало плохо. Он не понимает, что он жил с этим недостатком всю жизнь, просто не видел его. А когда ему показали, он думал, вот меня разоблачили, меня опозорили, как я могу тут оставаться? Как будто старший преданный не видит его положение. Это он не видел. Но если вы ему скажете, он не сможет этого пережить. Потому что он еще не на духовном уровне. Скажет, меня опозорили перед всеми. Или как-то еще. Или я думал, я делаю все хорошо, а меня критикуют за мое преданное служение. Он будет всегда расстроен. Поэтому не спешите расстраивать друг друга. Лучше занимать служение, продолжать друг друга. И постепенно, когда человек созревает, он сам спрашивает об этом, сам начинает думать об этом. правильно понимаешь, что получается квалификация заключается в том, чтобы терпеть. И самому не беспокоиться, что у него что-то. Да? Так получается. Терпения еще мало, да. Титикшива это первое здесь качество описывается. Титикшива потом Коруника. Титикшива это терпение. Спасибо. 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 Наша тема сегодня собственно это этикет отношений. И выясняется, что нам нужно развивать терпение в конечном итоге. Мы переходим к этому так, к первому качеству, которое описано здесь. Первое. Значит, мы начинаем с самого начала с вами. Давайте сосредоточимся на Титикшива, на терпении. Это будет хорошее начало. Для тех, кто является наставником или советником, как это назвать сейчас, не знаю, неважно, пусть будут наставники, как принято. Значит, номер один задача терпения. Как можно помочь нам проявлять терпение в развитии? Как? помочь кому-то быть терпеливым? Ну, детям. Нет, нужно самому быть терпеливым. Отсюда это качество распространяется. От того, что у кого-то это уже есть. Тогда можем рассчитывать, что оно появится еще где-то. Иначе оно не появится. Если родитель хочет, скажем, научить ребенка терпение, он должен сам учиться терпению, прежде всего. А еще какие-то дополнительные есть методы? Есть. 16 кругов матры, допустим. Четыре принципа надо терпеть. Ну, и погоду тоже терпеть придется. Это дополнительные. Погода не всегда, как мы хотим. Заметили? И так далее, и так далее. Все не так, как мы хотим. Не все так. Надо терпеть. Материальную природу всегда придется терпеть. мы должны принять этот постулат. Сердцем принять. Что это как зима и лето будут чередоваться. Нужно принять. Научитесь принимать. Сейчас зима, все ждут лето. Никто не принимает. Только горнолыжники. Остальные ждут лето. Это природа люди. Они нетерпеливы. Вот если мы эту природу победим, мы поднимемся на более высокий уровень. Над обычным человеческим уровнем. Над обычной страстью мы поднимемся выше, куда-то в благость, каким-то божественным сферам. Вы это почувствуете. Вы почувствуете, что в вашей природе происходит трансформация. Вы не должны жить просто обычной человеческой жизнью. пропали в самолете и там кто-то закуривает. Ученики, конечно же, встали на защиту. Как курить в самолете и пошли к стюардессе и стали напрягаться отношения. Потому что в те времена было разрешено в дальних рейсах курить. Но тут духовный учитель, как мы можем позволить и так далее, но пропал, если мы ничем не отличаемся от них, если мы не можем терпеть, терпеть. Чем же мы отличаемся? Мы такие же, как они, если мы не можем терпеть. Мы именно тем отличаемся от материалистов, что мы можем терпеть ситуацию. Любую. Преданный может терпеть любую ситуацию. А так пропал, отличается преданного от непреданного. терпеть. А еще правильно я понимаю, что терпеть мы можем обычно легко терпеть, когда мы видим какие-то хорошие в этом проявления. помочь детям, искать хорошее в этом, чтобы терпеть. Это тоже вариант такой? Нет, терпение это не то, не то, что сейчас додумаешь, не в этом контексте. Кришна Бхагава говорит, что нужно научиться быть терпеливым, не просто терпеть. Так, чтобы тебя это не тревожило. Переключить свое внимание на что-то более высокое. так что увлекайте детей. Так что так увлечь нужно, чтобы они вообще не видели вокруг ничего, увлеклись чем-то. И тогда они будут терпеливы, как дерево в этом состоянии. Если вы на самом деле увлечены преданным служением, не знаю, вас захватывает захватывающий процесс, счастье чувствуете, творческий порыв есть, все есть необходимое. или экстрим там тоже есть свой, когда выходят на санкиртану. Все, вы терпите. Выходят на санкиртану, на марафон, холодно, больше часа невозможно. И целый день забывают, что увлекаются процессом. Такие примеры постоянно видим. Наша задача увлечься сознанием Кришны, погрузиться туда чувствами, умом, улечься этим. Тогда естественно человек терпелив. Терпение вы понимаете как? Что какой-то супермен, какой-то такой йог, прокалывает и насквозь он терпит. Это искусственная вещь. Кришна об этом не говорит, Бхага говорит, не так нужно терпеть. Нужно заняться настоящим делом. И те, кто занят служением, на самом деле так активно и увлеченно, они всегда себя хорошо чувствуют. Увлечься джапой можно, допустим. Кто-то очень увлекается джапой, кто-то увлекается киртаном, кто-то увлекается проповедью разными формами, так что не оторвать потом за уши не оттянешь. Кто-то просадом увлекается и только ждет, когда же кончится этот класс Бхагава там. Тоже хорошо. Тоже контроль. Потому что когда вы принимаете просад, вы терпеливы ко всему. У вас нет желания критиковать, рот занят. Вы чувствуете вкусы постоянно при этом и насыщение. Все занято, понимаете, вы в позитиве. бывает проблема, что вы пробуете, а он не соленый просад. Но если вы сосредоточены на просаде, милости Кришна, даже этого может не заметить. Что он не соленый просад, все равно просад, Кришна там. Это вопрос нашего развитого сознания. Если сознание развито, вам подходит ваш естественный раздражитель, который вас критикует там, тайно, очень интеллектуально вас критикует. И когда он к вам подходит, такой улыбается еще при этом, ехидно, так сказать, вы так думаете, потому что вы же знаете, что он вас критикует за глаза, а вам улыбается. То у вас сознание развито, и вы думаете, Кришна через него действует. Очень тонко меня учит. Вы в уме будете кланяться Кришне за это. Кришна это делает, смотрите. Этот человек просто есть своя природа, свои плюсы и минусы, но через него действует по отношению ко мне Кришна. Мое ложное эго трещит по шваму, смотрите. Это только Кришна мог устроить. Это развитое сознание. Вы тоже будете чувствовать, как трещит по шваму ложное эго, но как вы терпите? А вы Кришну знаете. А ну раз Кришна, ну нет проблем, я может меня растоптать, может меня обнять, одно и то же будет, не беспокойтесь. Вот если это он, я ему не прощу. Если это Кришна через него, это другое дело. Кришну люблю. Если я люблю Кришну, я придется уважать этого человека тоже. Что делать? Такова любовь. Любовь зла. Если мы любим Кришну, нам приходится любить всех. Так Пава говорит, осознавайте Кришну. Вот так терпите все. Потому что по-другому терпеть нельзя, не получится. Чувства, они напоминают натянутую струну. Чем больше вы терпите, тем сильнее натягивается эта струна. В конце концов, вы не сможете. Вы просто разрушитесь. Психическая проблема будет какая-то. Люди не терпят, 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 раз, шизофрине. Или суицид. Так мы не можем терпеть. Единственный выход это сознание Кришны, особенно сейчас, в это время, когда люди вообще потеряли всякое терпение, по малейшему поводу беспокаиваются. То есть мир становится сумасшедшим все больше и больше на глазах. Единственный выход это думать о Кришне. Вы не найдете еще другого способа. Если поищите внимательно что-то, какие-то подпорочки можно найти, знаете, искусственно, но действенный метод вы не найдете другого. Именно думать о Кришне. Что Кришна все равно все, что делает для меня, он делает для моего блага. Понимаете? Он не мстит мне, когда посылает ко мне какого-то критика или недоброжелателя. Он не мстит. очищает меня сейчас. Он все равно с самого начала хочет мне добра. И всегда так было и будет. Он не изменен. Он никогда не опускается до каких-то неизменных чувств. Он не падает. Если это позволяет по отношению ко мне Кришна, я должен согласиться с этим и признать свое несовершенство. Вот это так можно терпеть? А как иначе терпеть, мы не знаем. Харик Кришна, вот мы недавно с преданными собирались, вот с Анкертаной, и это Прямовишта давала лекцию, и она такую вещь сказала, Радха Рупини есть у нас Матаджи, они как-то вот общались, Радха Рупини сказала, вот, говорит, вот так трудно, да, все же инструменты, кто-то ножик, кто-то топор, прямо видишь, что я ей ответила, и тут же она говорит, приезжаю, и мне такой же топор, такой же это, и мне тоже подходит гукул-оранжи, говорит, ну, все же инструменты, все же, говорит, рубим, и так, говорит, больно было слышать, вот это вот, такая боль была, но она такую вещь сказала, гукул-оранжи, Мадаша Кий-Джей, вот она сказала, что, знаешь, я вот очень бы хотела стать инструментом любви в руках Кришны, это мое такое желание, говорит, очень хотелось бы стать инструментом любви, вот она такой вот, простите, пожалуйста, Харибу. Когда мы хотим любви, Кришна дает нам через преданных любовь, через преданных. Когда мы скажем, не хотим меняться, когда мы какие-то ложные вещи представлять, утверждать начинаем, то она нас сталкивает с материалистами или критиками. Они не являются возвышенными преданными, но это тоже инструмент. Для него они одинаковы, говорится. Одна колючка впивается в ногу, другая колючка достает ее. Что демоны, что было боги для него одинаковы. Это два его инструмента. Но преданный инструмент любви. Если вы хотите стать преданным, то, конечно, она права, как в оранжином. Вы должны стать инструментом любви, а не демоном, который тоже является другим инструментом. Просто доставлять боль другому это нехорошо. Беспокоить друг друга это не ващнавский этикет. Нас достаточно беспокоит от материалистов, от демоничных людей. Предлежны любовью, с любовью общаться друг с другом, быть проводниками любви, и бхактией. Любовь, знания, уважение, почтение ко всему живому. Мы же так читаем. И по незрелости, конечно же, все равно кто-то будет критиковать. И пока мы критикуем, как можем стать наставниками? Чему научим? Критиковать? Так и происходит. Вот она парампора. Поэтому мы не знаем, как избавиться от критики, потому что старший начинает критиковать, младший рассказывает какие-то вещи. Те усваивают с самого начала. Где же наставничество? Наставничество это одухотворение общества. Не то, что мы говорим какие-то недостатки, занимаемся политикой. Посоветуйте каждому, каждому младшему, как укрепить веру, как возвысить сознание Кришны, как получить более высокий вкус духовный. Вот что вы должны делать. А не учить искать недостатки квалифицированных. Потом сказать в Исконе вот видите как происходит. Но кто это в Исконе делает? Искон это Прабхупада. Это Прабхупада делает. А кто это делает? Это мы делаем. А говорим Искон делает. Прабхупада этого не делает. Он дает нам наставление. А мы делаем. Потом говорим Искон плохой. Так случается с каждой религией. Иисус Святой последователи могут все забыть. Любая религия может прийти в упадок. Нужно средоточиться на духовной жизни. А вот это наставничество. Если вы средоточены на духовной жизни, вы будете наставником. Будете помогать другим средоточены на духовной недостатки, их надо сразу озвучивать. Кто это должен делать? Я понимаю, что мы преданные не должны на этом сосредотачивать своем, но кто-то их же должен озвучивать. Это чья миссия, обязанность? Чтобы их в дальнейшем не было этих недостатков. Самое лучшее, чтобы каждый сам озвучивал свои недостатки. Иначе нам нужно назначить кого-то на эту роль. Кто будет озвучивать недостатки? Кто хочет? Что есть? Вот Сурья сама решилась, к ней обращайтесь. Она умеет, говорит, видит хорошо. недостатки. Хотя я никогда не слышу от нее ничего такого, но вот она говорит, что хочет. Так что обращайтесь к ней по недостаткам. Озвучивать не нужно сразу недостатки. Зачем? Беспокойство приведете людей. Мы озвучиваем хорошие вещи. недостатки. А кто сказал, что он озвучивает недостатки? Откуда этот источник? Я сказал, я слушал лекцию о лидерах. и там говорит, что если лидер делал ошибку, он сразу об этом озвучивает. Он сам? Да, лидер. Тогда он может озвучить свою ошибку. Это хорошо, если он скажет, что я тут ошибся, извините. это нормально. Но у нас сейчас беседа идет, поймите, несколько тяжелом ключе. Чувствуете? Почему? Потому что мы еще чувствительны к этим вещам. Мы еще не отошли. Мы еще больны. Нам трудно дается эта тема. Когда мы немножко выздоровеем, это будет легко. Озвучить какую-то ошибку или замечание сделать, это будет легко. Без последствий. А сейчас мы боимся, что будут последствия потом. Это трудная задача в нашем положении большинство, что мы настолько уже воспалены этим. Это же просто. Ну да, ты ошибся здесь, да, ну да, извини, ну все, и все, секунда нужна. Не годы нужно, понимаете, это все обсуждать и ссориться. А секунда нужна, и все, идти дальше нужно. Зачем мы застрем на таких простых вещах спотыкаемся на таких, на ровной местности. Ведь препятствий нет идти к Богу. Вот мы еще такие обидчивы. Ну тогда как? Тогда не нужно озвучивать никаких недостатков. Занимайтесь служением молча. Годамка 80 разовьем терпение. Когда будет 99 какое-то отречение появится, я думаю. 108 лет полное предание. Джайда. Джайда установил точную цифру. 108 у нас наш закон. Кто может прощать? Поднимите руки. Какой есть практика, опыт прощения, очищения? Есть почти у многих, почти у всех. Кому-то трудно еще прощать, видите? И вот если мы хотим начать духовную жизнь заново, нужно прощать. И просить прощения. Сначала просить прощения, потом прощать. Сначала просить прощения, самим нужно. Потому что каждый виноват в чем-то перед кем-то. равно. Воля неволей. Согласны? Или есть ни в чем не повинные души? Все виноваты. Все. И говорящие, слушающие. Все. Кришна непогрешимый. А у нас есть недостатки. Есть четыре недостатка. Куда мы денемся от этого? Поэтому нужно просить прощения. В уме или как-то еще мы должны сознавать свое несовершенство. Это очень хорошо. И прощать других тоже. И прощайте, прощены будете. К вам будут относиться тоже снисходительно, по-доброму. Вот это доброта. И в этой доброте все очень легко делается. Ведь вы идете к врачу и терпите боль. Почему? А он добрый. Доброе отношение к вам. Вы принимаете это? Вы же не идете к садисту лечиться, который наслаждается вашими страданиями. Это невозможно. Но к врачу вы пойдете и будете терпеть ту же боль. Что там есть доброта. Если у нас будет больше доброты друг другу, нас не будет так задевать какие-то недостатки, немножко критики иногда. Что уж делать такую большую проблему из этого, непреодолимую. Сознание Кришна это просто пропад. Вы просто сознаете Кришну, вы любите его. Если вы думаете, это сложно, терпите. Если мы сами создаем сложности в духовной жизни, нужно терпеть это. Но пропада говорил о другом обществе в итоге. Мы должны пройти эту критика, обиды, боль, искусственная созданная эго. Нужно подняться выше. Мы читаем книги, воспринимаем Святое Имя, мы должны подниматься выше. Снять якоря. Улучшать искон и бороться в исконе это не одно и то же. Улучшать нужно мирно вкладывая туда душу. А не конфликтами улучшается положение. Вы же лидеры Бахти Верикши, так я понимаю? Поэтому это говорим сейчас. Потому что вы лидеры от вас многое зависит. Как вы будете вести, остальные будете делать то же самое. Вы будете критиковать, все будут критиковать. Если вы лидер, вы можете расколоть движение, ту часть движения, где вы лидируете. А можете сдружить всех, сблизить, потому что вы лидер. Можете то и другое сделать. Что вы будете делать? Это важно. От лидеров зависит все. Если вы лидеры, то пожалуйста, укрепляйте ятру. Сближайте преданных, объединяйте всех, прощайте, признавайте свои ошибки, заботитесь о людях. Вам не пристало обижаться, если вы лидеры. Терпение должно быть. Любого лидера обязательно будут критиковать. Неизбежно. Лидер бахтиликши или лидер ятра, не важно, вас будут критиковать. Терпите. И учитесь жертве жить ради других, ради тех, кто вас критикует. даже так? Садху таков? Хорошо. Спасибо большое. Шалправа падаки джай до до Продолжение следует...